Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан, и мы находимся в Дрожащих Островах. Или на Дрожащих Островах. Кому как более удобно. Что я могу сказать? Мои опасения подтвердили. Здесь поехавшие абсолютно все, но такой сволочи, как Попкоп, в принципе, всё ни по чём. А вот эта вот дама, которая пыталась нам дерзить, в результате получила свою тушку кучу стрел. Сейчас, я думаю, она резко станет более вежливой. Но как бы там ни было, на выходе из Врат Безумия находится Страж, которого убить так просто не получится. Поэтому нам нужно найти какой-либо способ избавиться от него. Так, и что же делать? Ну, давайте как-то решать этот вопрос. Один товарищ здесь хочет его убить, насколько я знаю, но его всё называют Безумцем. Учитывая, что здесь поехавшие абсолютно все, в принципе, окей, Безумец так Безумец. Мне, главное, полезна какая-нибудь информация от него. Так, давайте почитаем, что нам конкретно нужно. Так, мне стоит повидать на нету, вдруг она знает. Хорошо, на карте это не особо проясняется, да? Это получается здесь? Нет, это где-то там. Довольно странное поселение, но меня спасает то, что я могу бегать по воде. Вообще, несмотря на то, что оно странное, оно при этом очень крутое. Где вы ещё такое увидите? Это же просто обалденно. А вот эти вот статуи. Акробат-мастер может прыгать, отталкиваясь от поверхности воды. Поп-коп может ходить по воде. Всем окей. Это что? Череп кавардака? Зачем ты это собираешь? Что это вообще такое? Так, а она там спит, похоже. Она. Он. Ледяные нервы. Ты у него прям, посмотрите на лицо, нервы прям как канаты. Я, Джейрид, ледяные нервы. Тебе никогда не казалось странным, почему тела выглядят лучше без кожи? Например, кости можно как следует разглядеть, только вынув их наружу. Кроме того, так их лучше слышно. У меня только два вопроса. Как? И нахрена? Вообще. Расскажи-ка мне про стража ворот, ледяные нервы. Я хочу, чтобы он умер. Мне нужно, чтобы он умер. Его кости взывают ко мне. Ходят слухи, что и ты желаешь его смерти. А, уже слухи пошли, да? Если ты умеешь обращаться с отмычками, мы составим отличную пару. Ох, только не отмычки. Мы тогда сможем попасть в сады костей и плоти. Поясни. Говорят, страж волшебный. Я не верю в волшебство. Но я верю в кости. Это хорошая позиция, считаю. И лучший способ убить кого-нибудь его собственными костями. Я вижу кости мертвого стража врат во дворике садов. Но дверь заперта. Ты откроешь этот замок, я соберу кости. Затем я сделаю стрелы, и мы убьем стража врат. Как тебе такой план? Ну, веди, ладно. Кость это кости. Вот, возьми эту отмычку. Осторожно. Она у меня одна. Ты откроешь дверь, а я всех поубиваю. Пошли! Мне нравится этот парень. То есть, ну, он поехавший, но при этом он знает, чего он хочет. Когда человек хочет убивать человеков, по-моему, это очень достойное начинание. Так, ладно, воровать я ничего не буду, а то еще узнаем, как мои кости выглядят. Хорошо, веди. Какой ты резвый, как понос. Под покровом ночи пробирались они к этому хранилищу. Капец, а нам что, далеко идти, что ли? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. То есть, стрелы для тебя? Я сам лучник, я бы не отказался от стрел тоже. У меня, в принципе, эльфийские устраивают. Сады костей и плоти. Поспеши, открой этот замок. Я слышу их, они внутри. Ничего, их слышать, их там видно, по-моему. Так, хорошо. Очень простой. Я даже с очень простым, у меня будут проблемы. Я настолько отвлек от этого дела. Нет, не будут проблемы. Поспеши, открой эту дверь. Все, иди убивай всех. А я так и быть, помогу немножко. Ого! Да на, получи. Что-то у него не особо получается их всех убивать. Скорее, я бы сказал, у них получается убивать его. Чего ты хочешь? Так, это ты сделал? Хорош, это там живой хотя бы? Что-то есть подозрение, что это будет очень занимательно. Осколы кости. Зачем они мне могут быть нужны? Это по его части. Вот и они. Из этих костей стража я смогу сделать стрелы. Когда будут готовы костяные стрелы? Приходи через несколько часов. Мы убьем стража врат. Хорошо. Расскажи про эти стрелы. Стрелы еще не готовы. Приходи по-моему. А, понятно. Хорошо. Ну ладно. Еще увидимся. Конечно. Да, серьезный был дяденька. Магия, говорили они. Конечно. Так, сюда мы не попадаем. Хорошо. Двигаем тогда. Неприятные местечки и враги тоже какие-то такие. Довольно спорные. Мне нравится. Утречка, по-моему, наступает. Так, я предлагаю просто подождать. Сейчас зайдем до его дома. И там постоим, подождем часик 4-5. Я думаю, все будет как надо. Вот же он, по-моему. Они тут все очень похожи друг на друга. Так, хорошо. Ждем. 5 часов. Я думаю, будет достаточно. Хотя, кто его знает. Так, у нас, кстати, новый уровень. Невидимые стрелы. Или у тебя крыша поехала. Эээ, ты успокойся. Надо бы нам сходить на охоту. И поскорей. Как насчет моих стрел? Охота подождет. Стрелы готовы. Вот эти для тебя. И себе я несколько оставлю. Пошли убивать стража врат. Мы можем умереть, да. Но бывают вещи и похуже. Вот это дух. Иди за мной. Пойдем. Смотри, я его нравлюсь. Это пока я не пущу ему стрелы в спину. Да. Мне страшно такое на спине носить. Хорошо, пойдем. Прекрасный полдень. Мы идем убивать. Необычное место такое. Но очень красиво. Мне очень нравятся вообще эти места. Грибы. Вообще все какое-то настолько отдает безумием, что Луас Монтенегро был бы счастлив. Эйу. Парень. Норм. Не халявь. Давай пускай стрелы в него. Ух ты какой-то быстрый. Эйу. Аккуратно. Срубило просто. Вот и все. Мы только что это сделали. Пойдем. Страж врат мертв. Следует забрать с его трупа ключи к вратам безумия. Страж врат повержен. Поздравляю. Честь взять ключи с его тела принадлежит тебе. Что ты обо всем этом думаешь? Страж врат мертв. Как только ты отопрешь одну... Понятно. До свидания. Жутик какой. У меня есть ключи от мании и от деменции. И я могу пройти через врата безумия. Да по сути отстой. Итак, тебе удалось убить стража врат. Жаль. Что ж, теперь ты наконец можешь войти в само царство. Как нетрудно заметить, здесь две двери. Одна ведет в земли мании, другая деменции. Входи в любую из них. Земли существенно различаются, но обе входят в состав царства Шаагората. Тебе следует нанести визит лорду Шаагорату. Полагаю, у него на тебя имеются виды. Постарайся не разочаровать его. Хорошо. Что такое деменция? Природа деменции отражает мрачную натуру ее обитателей. Легко потеряться среди спутанных корней, раскиданных по поверхности. Если желаешь познакомиться с жителями деменции, загляни в Дипвалу или Феллмур. Нет сомнений, что они примут тебя с распростертыми объятиями. Расскажи про манию. Земли мании полны жизни и насыщены яркими цветами. Ты увидишь, что и обитатели подстать. Если желаешь познакомиться с жителями мании, нанеси визит в Хейл и Хайкросс. Однако, стоит проявлять осторожность. Это почему? Хотя и люди, и звери, населяющие манию, весьма колоритны, они могут представлять смертельную опасность. Но ты справишься, без сомнения. Так, ну хорошо. Познавательно, как обычно. Он просто исчез. Я хочу в манию. Получается, у нас... Какой же какой? Так, это деменция. Нет, я хочу в манию. Там красиво, цветастая. Я люблю, как я красиво. Дверь открыта. Шикарно. Реально красиво. Я на дрожащих островах. Следует искать встречи с Шиагоратом. А люди, я никогда не доверяю людям. Святой крестоносец. Ты кто? Какой цветущий край? Красиво-то как. Я ингвар-скиталец, хотя большинство теперь называют меня ингвар-пророчащий гибель. Это правда. Мир скоро будет уничтожен. Еще один. Еще один. Некоторые пугаются или приходят в отчаяние, или даже пытаются отрицать истинность моих слов. На самом деле моя цель – утешить. Наступает конец света, и мы ничего не можем поделать. Как только ты поймешь это, ты обретешь спокойствие, как и я. Хорошо. Это у нас оптимистичный парень. Что слышно? Кинорет награждает сапогами крестоносца лишь достойного рыцаря. Приятно услышать, что кто-то опять берется за это дело. Окей. Пока. Береги себя. И ты тоже. Блин, просто хочется ходить с открытым ртом. Что это? Это пауки опять? Ах, ненавижу пауков. Так, подожди. А получается... Кто-то мне говорил, что они разделены. Но я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Хотя... О, какая пакость! Бей! Джейрид? Прости, Джейрид. Твои костяные стрелы мне пригодятся. Хотел взять все, но нет. Вот судьба у человека, да? Так, окей. И я, кстати говоря, только что потратил стрелы. Из кости стража. Это не очень хорошо. Почему они так странно как-то? Ладно, допустим. А, у них разный урон. Ну, хорошо. Что с тобой? Все нормально? Так, а это, я так понимаю, второй вход. В чем смысл? Если два входа ведут в одну и ту же землю, но при этом мне говорили, что с одного входа ты попадешь в угрюмые земли, а с другого в красивые... Какой смысл вовсе в этом? Я не знаю, может, сам остров разделен, но тут, по-моему, тоже достаточно красиво, хотя вот эти коренья, конечно... Ой, коренья, говорю. Какие-то коренья. В общем, эти деревья, они, да, мрачноватые. Но в целом тут тоже довольно круто. Ну, как приятно. Не знаю, мне прям всем нравится. Так, хорошо, пойдем по той дороге. Я все-таки в манию хочу. Бедный, бедный, стальные нервы. Ну, здесь прям как полоса проходит. О, как тут... Нет, здесь реально круче. Ах, прям ярко так. Куда иду? Вообще не знаю. Это, по-моему, самая волшебная чувств. Такая земля новая. Ты совершенно не понимаешь. Кто где? Тихо. Ты кто такой? Жестокий скейлон. Ух, какая пакость-то, а? На когте смерти похожи с фаллаута. Дедклол. Пакость. Аж передернуло. Мне нравятся местные земли. Они такие болотистые. Но мне не нравятся местные обитатели. Они какие-то либо поехавшие по полной программе, либо вот такие вот земноводные. Очень печальные. Здесь лучше передвигаться бегом, насколько я понимаю. Что-то видно. Лагерь длинного зуба. Давайте спрячемся. Мало ли кто их знает. Вон там кто-то стоит. А, ты недоволен, я смотрю, тем, что я пришел. Ого. Странноват. У тебя маги? А вот этот еще более неприятный. Это что вообще такое? Сейчас ты разминаешься у меня. Разминается он. Еретик. Ну, ладно. Хорошо. Как скажешь. Давайте посмотрим, что у него тут было. Здесь все настолько непривычно, что вообще просто... Очень круто. Ах, бедный Йорик. Я знал его, Гораци. Серебряный кубок. Еретические мысли. Давайте почитаем. Зелоты – это мерзость, которую надо стереть с лица дрожащих островов. Нельзя позволить больше ни одной душе проникнуться их учением. Они называют нас еретиками за недостаток веры. Мы с радостью принимаем это имя и будем носить его с гордостью. Говорить правду – не ересь. Выступать против несправедливого господина – не ересь. Защищать с оружием в руках истинную веру – не ересь. Мы, так называемые еретики дрожащих островов, но в наших словах нет ереси, в них только правда. Наш господин Шаагарат – всего лишь человек. Он состоит из плоти и крови. Он вовсе не бог и тем более не принц Дейдр. В царствах Дейдра нет принцев. Там есть только отвратительные прислужники, такие как Алчущие, которым мы призываем, чтобы они исполняли наши приказы. Лже Шаагарат – безумный деспот. Годы занятий нечистой магии и общения с Дейдрой свели его с ума. Он попросту плохой правитель, уже не говоря о том, что никакой он не бог. Он извратил учение Орден Сула, того, кто отдал кровь своего сердца. Когда истинность наших суждений распространится среди народа, мы изгоним лжебога из Нью-Шеота, и он узнает остроту наших мечей. Четыре его конечности будут разбросаны по четырех сторонам света. Его голова упокоится на холме самоубийц, а сердце сгорит в пламени свободы, его внутренности будут скормлены собакам. Мы добьемся того, что все жители Дрожащих Островов будут носить робы еретиков. По ним мы будем узнавать истинных неверующих. Люди вернутся к первозданной простоте и станут жить среди природы, как и мы. Они осознают мудрость и чистоту нашей жизни и будут славить нас как спасителей. Фанатики очевидные. Так, это похоже Бюстжа Агарата. Хорошо. Нам нужно было это прочитать, потому что мы должны были понимать, что происходит вообще в этом мире. Теперь мы понимаем чуточку, на капельку больше. И это хорошо. Так, может мне тут поспать, чтобы поднять уровень? Хотя нет, такая погода погожая. Да, мания мне нравится. Ощутимо больше. Хотя, это что это такое? Офигеть. Да блин, ты как-то перемещаешься, вообще непонятно. Что это за пакость вообще такая? А номер 2 хоть нет? Шевелится-то. Ох, какая. Зеленый гнарл. Тут, я думаю, куча новых интересных предметов для алхимиков. Какое счастье, что я алхимикой... Алхимикой... Алхимией не увлекаюсь. Но люди, которые этим увлекаются, я думаю, были бы просто счастливы от обилия новых ингредиентов. А мы просто двигаемся по дороге приключений. Не, ну вы просто посмотрите на это. Разве это не прекрасно? Игра вышла уже опупеть сколько лет назад, а до сих пор выглядит так, как не выглядит большинство современных RPG-шек. Конечно, понятно, что поставлены графические модификации, которые улучшают разрешение текстур, скажем, и освещение. Но в целом все равно геометрия вот этого ландшафта, она и дизайн всего просто отличный. Я не знаю, куда я иду. Это приятно. Ого! Вот это ничего себе. Так, а если по карте посмотреть? Ну, в принципе, этот остров не такой уж и большой. А, нам вон туда показывают, да? В Нью-Шеут. Ну, я думаю, мы туда еще попадем. Сейчас мы пока просто идем по своим делам. Я не хочу. Это пакость какая-то. Так. Тьфу, мать, заметил. Смотри, какой быстрый. Да, блин. Потерял меня, да? Твои проблемы. Эти стрелы, я так понимаю, расходный материал. Можно просто потратить и забыть. Ого! Вот это просто офигеть. Вышел, называется. Блин, какая красота. Вон там я что-то вижу. Что-то красивое. Вон там что-то есть. Ну, удача. Так, а там снизу что-то нехорошее ходит. Давайте-ка мы пойдем туда. А, это вот оно как раз. А где-то вот тут у нас холм самоубийств. Ладно, пойдем туда тогда. Посмотрим. Я думаю, по дороге еще будет много чудных открытий. А вообще, знаете, давайте мы на этом, наверное, сегодня закончим. Потому что место довольно-таки приметное. И здесь реально очень-очень и очень красиво. Я рад, что мы с Попкоком попали сюда. Потому что здесь, я чувствую, можно будет проявить наконец свою истинную натуру. Потому что в обливании в Сиродевле мы достаточно сильно размякли. И наш характер подвергся изменениям. Мы скорее совершали добрые поступки, чем злые. Хотя, по сути, это не наш метод. Наш метод обмануть, предать и остаться при этом постоянно в каком-нибудь выигрыше. Но то, что я вижу здесь, это просто простор для творчества. Можно обмануть, убить. Такое количество людей, и они будут этого заслуживать, потому что они безумные, и они будут вынуждать меня своими поступками убивать их. Вы понимаете? То есть, а-ха-ха! Новый красивый мир. Мы тут еще по беспределям. Надеюсь, вам понравилась эта серия с почином нас. Это, по-моему, просто вообще великолепно. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok